В начале пандемии одним из самых популярных анализов был тест на ковид. Сейчас у платных лабораторий собираются очереди для сдачи анализа на антитела. Тест на количество антител не говорит об уровне защиты. К такому выводу сегодня приходят многие исследователи, рассказала на заседании Думского комитета Ирина Игнатьева. Правильно абсолютно делают медицинские работники, которые говорят, что не надо ориентироваться на уровень антител. Нужно ориентироваться на эпидемиологическую обстановку и на время, которое прошло после заболевания. Полгода после заболевания и на сегодняшний день год после спутника ВИП. Это всё мировой заговор, врачи врут, им нельзя верить, эта вакцина ещё не проверена. Такие лозунги с каждым днём набирают популярность среди участников антипрививочного движения, которое развивается и в нашем городе. В информировании населения о положительной стороне вакцинации могут помочь депутаты, предложила санитарный врач. Одно дело, просто говорит нашему слову не верит, потому что всегда считается, что у власти и у руководства, организации, которые предлагают ту или иную услугу, стоят люди заказные, которые будут говорить всё, что угодно. А вот в зависимости от того, как они делают, и есть ли результат в их действиях какой-то, вот это может служить, я думаю, примером. С докладом о вакцинации выступил также Пётр Смирнов. Ярким примером её положительного эффекта он считает практику Израиля, где примерно 95% населения привилось в кратчайшие сроки. Ковидную ситуацию вакцину улучшили и в других странах, и в результате ограничения там постепенно снимают. Давайте подумаем о том, как в нашем городе, пускай это будет какой-то пилотный проект, пример для всех, да, что мы пускаем людей, которые получили прививку этих 13 тысяч, в учреждения свободно, пускаем их в свободный ресторан, пускаем их в кафе. Вот, собственно говоря, такое предложение. Ещё одним вопросом волновавшим народных избранников была готовность Сарова к третьей волне пандемии. Основная возможная угроза нового витка заболеваемости не количество инфицированных, а форма перенесения COVID-19, считает Ирина Игнатьева. У нас всё-таки, вспоминайте, тяжёлых форм от количества заболевших было примерно там, ну, по России в целом до 5%, у нас особо-то тяжёлые были до 1% от заболевших. Сейчас ужас в том, что если заболевших будет и много меньше, но тяжёлых форм среди них больше, то потребуется огромное количество стационарных коек, оборудования, к этому медики готовятся и готовы. Пандемия нанесла удар не только на физическое, но и на психоэмоциональное состояние саровчан. Помочь в этом могут психологи, работая с целевыми группами населения и помогая тем, кто заболел. Такой формат работы с населением предложили народные избранники. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова